Виноград Таманский полуостров От 10 до 12% алкоголя Сорт винограда Красностоп Анапский Возраст 18 лет Произрастающий и собранный Во границе географического объекта Кубань Таманский полуостров На виноградниках Агрофермы Южная От 10 до 12% алкоголя Что я уже сказал Объем 0,75 Соответственно акцизная марка Клик-клак Чем интересно вино? Тем, что это вино Из автохтонного сорта винограда Красностоп То есть это сорт Который не международный Как Савиньон Блан Как Каберне Савиньон Который выращивается практически везде Это именно наш российский сорт Хочу обратить внимание Энолог Ванда Ботнель Ее роспись И это в принципе Пока для меня означает Некое качество То есть некий гарант качества Ну во всяком случае Что вино будет Как минимум интересное Опять бургундская бутылка Савиньон предыдущий Был просто великолепный Он стоил 199 рублей В красном и белом Это вино также Стоит 199 рублей В красном и белом Открываем Для дегустации нам понадобится Поливательница Нам понадобится бокал Возьмем для белого Наливаем Цвет Цвет вина Я бы сказал Такой клубничный Какой-то Может быть Какая-то лососевость Легкая-легкая Ржеватость есть Но в принципе Такой прям Насыщенная клубника Цвет Очень яркий Очень приятный Очень Ну как я говорю Аппетитный цвет Прям Интригует Да Но он не какой-то легкий Он Достаточно насыщенный То есть он по цвету Напоминает Супер Мега Простое Недорогое Красное вино То есть скорее Вот так вот Как правило Такой насыщенный цвет Обещает Какую-то Насыщенную ароматику Насыщенный вкус То есть вина которые Розовые Легкие-легкие-легкие Прованс Все дела То есть они В аромате Во вкус Как правило Да Как правило Все легкие Вообще Розовые вина Они такие Держатся Отдельной группы Потому что Не все их понимают Не все их любят То есть как правило Либо красное Либо белое До розового Мало кто доходит Но опять же Это вина Бывает очень интересными Как чаще всего Производят розовый вина То есть как правило Используются красные сорта винограда И очень непродолжительное время Выдерживается вместе с кожурой То есть чтобы не полностью кожура Кожица винограда Отдала цвет Да как в красном Отдала немножечко То есть вина получается Менее насыщенная Да вот этим вот Пигментом Который находится в кожице В принципе так и получается Розовые вина То есть если вкратце Да то есть в общих Случаях так скажем Давайте понюхаем Аромат запах В первом аромате Чувствуется алкоголь Чувствуется какая-то сладость Возможно леденцово-клубничная Но она такая неявная Но как-то вот Спирт в аромате есть Хотя у меня вино Достаточно хорошо охлаждено Ну как надо Давайте покрутим В аромате появляется Какая-то Какая-то анималистика То есть скот на двор В перемешку с фруктами Ароматика не яркая Она такая заглушенная немножко Она достаточно весомая То есть она не супер легкая Да как можно представить Что розовые вины Очень легкие Это в аромате Такое сложное То есть оно даже ближе Наверное к какому-то Каким-то красным винам Чувствуется аромат Какой-то травянистый Такой немножко травы Зеленый Анималистика Спирт Зеленая трава И чуть-чуть Ну может быть клубники Каких-то Нет даже наверное не клубники А какой-то Что ли рябина Вот такой вот Красной ягоды Куда-то вот В ту сторону Ароматика Скудная Я бы сказал Закрытая Да Ничего такого Прям впечатляющего нет Очень спокойная И Не сложная Но ощущение какого-то Спирта Меня не покидает То есть 12% В алкоголе Охлаждено хорошо Но спирт Воносовано Как-то есть Присутствует Ну в аромате Больше ничего нет Давайте пробовать Вино во вкусе Очень сочное С хорошей кислотностью Кислотность не Супер Мега Какая-то Да Она есть Она в балансе Тонинов никаких Нет Не чувствуется Легенькая горчинка Такое Очень сочное Вино Как будто Вы берете Такое Красное яблоко И прям Кусаете его Такое Уже спелое Совсем Да Не зеленое А именно Такое Спелое Насыщенное Такое Прям Сочное Да Во вкусе вино Интересно То есть Такой скудный аромат Который в принципе Не должен Да Как-то нас Подготавливать К яркому вкусу Но Вкус яркий Вино сбалансированное Очень сбалансированное И у вина Есть тело То есть Оно не какое-то Прям совсем легкое Оно такое Перекатывается По рту Чуть Ну Чтобы Понять Что вино Плотно Оно чуть Как будто Маслянистое То есть Оно не как вода А как будто Что-то такое Более плотное Какая-то Более плотная Субстанция И такая Еще есть Кислинка Какой-то Клюквы Что-ли Такая Прям вот Да Точно Похоже на клюкву Оно похоже на клюкву То есть Когда вы берете Клюкву Закидываете в рот Вроде бы Какого-то Яркого аромата Вкуса Нет То есть Оно Не предвещает Ничего такого Необычного Но когда вы Клюкву Раскусываете Вот эта вот Такая Кислинка Вот эта вот Свежесть Она прям Заполняет рот Да И по сравнению с тем Что вы изначально Закинули целую ягоду Да То есть Это земля и небо Примерно так же И с этим вином То есть Ароматика Непонятная Закрытая Скудная То есть Какие-то Фруктики Вроде Где-то Там Чуть Какой-то Анималистики Ну Чуть Алкоголя Непонятно Что такое Но вкус Он прям Взрывает Он яркий Сбалансированный Кислотный Такой Вот Прям И уходит В какую-то Клюкву Очень классно Блин Мне нравится Вообще Очень хорошо Я конечно Стал расстраиваться Когда Стал нюхать Да По ароматике Но вкус Прям превосходный Прям превосходит Аромат Прям Круто Реально круто Блин Круть вообще Класс Да Какая-то вот Клюква Рябина Что-то вот такое Во вкусе То есть Оно чуть горчит Чуть и кислит Блин Прикольно Прикольно Да Вот клюква Почему Потому что Когда вы Допустим Не знаю Едите пирог Какой-то Там целые клюкинки Вы вроде едите Пирог-пирог Потом Хоп Взрыв Такой небольшой И вы такие От клюквы И дальше кушаете Вот здесь Примерно так же Блин Классное вино И прикольно Что оно изготовлено Из красностоп Из нашего Российского сорта Блин Ну это 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 хорошее вино Прям очень хорошее Понятно Что Есть люди Которые возможно Не понимают Розовые вины Да И это нормально Это встречается Очень часто То есть Это абсолютно нормально Но попробовать Извините За 200 рублей Попробовать Я рекомендую Реально рекомендую Это вино Определенно стоит Своих денег Возможно Даже Если честно Вот так вот Откровенно Надеюсь Они не поднимут Цены Но вообще Эти вина Могли бы стоить И дороже То есть Если за это вино Заплатить Рублей 350 Это нормальная Цена для него 200 рублей 199 Это просто подарок Это реально подарок Что савиньон Что вот розовое вино За 200 рублей Это просто подарок Я не знаю Почему Шаттатамань Такие цены Заряжает Ну просто Вообще Маленькие Это офигенно Спасибо вам Вот вино Когда Многие говорят Что вот По 4 По 3 евро Где-то за границей А здесь у нас Как бы Все дорого А почему Россия Российские Виноделы Не могут Изготавливать Вина Которая бы Стоила бы Доступна Приемлема Почему здесь Мы не можем Пить так Как там За эти деньги Почему Мы покупаем Российские вины По 500 600 рублей И еще гадаем Что там внутри Возможно они даже Ну как бы Невкусные Неинтересные Которые прям Не хочется пить Да почему Так происходит Да хрен знает Почему так происходит Нет я конечно знаю Почему так происходит Но Почему происходит Обратное Шаттатамань Я точно не понимаю То есть За 200 рублей Получить Хорошо Выгляющее Стильно Выглядащее Вино Прям стильно Оно выглядит Опупенно Я не знаю Прям Блин Обалденно Качество Отличное Аромат Запах Все сбалансировано Без каких Либо проблем Без каких Либо Ну прям У меня даже Слов нет То есть Шаттатамань Что ты со мной Делаешь Прям Я не знаю Но Опять же Повторюсь Да То есть Я еще не пробовал Вина На обзоре От Шаттатамань Обычная Была игристое Но это Немножко другое Пока я пробую Там где написано Ванда Ботнер И эти вина Реально Блин Они реально Крутые То есть Почему они еще крутые За 200 рублей 200 рублей Вы Вы не найдете Лучше вина Ну может найдете Но вы обалдеете Искать Это очень крутое Вино Надо будет Конечно еще Попробовать У них красное Как нибудь Как нибудь В следующий раз Но это очень хорошо Давайте поставим оценку Этому вино Это вино Которое Пипец Как не хочется Выплевывать Оно Пипец Как стоит Своих денег И это Вин Такую цену Пожалуйста Распишитесь На всех российских Винах И на многих Иностранных Если не сложно Вы великолепны Адьос Распишитесь